Всем привет, с вами Артём Бёргман и канал Язык Кино. В этом ролике я продолжу тему художки, начатой в одном из прошлых видео, где я рассказывал про контраст локаций как способ драматургии. Сегодня я расскажу о том, как реквизиты локации могут использоваться с точки зрения визуального сторителлинга, и для этого я подобрал интересные примеры из кино и сериалов. К сожалению, художка очень часто недооценивается режиссерами, особенно дебютантами. К тому же я заметил, что порой художники-постановщики не заморачиваются по поводу каких-то интересных идей, а просто занимаются скорее каким-то мерчендайзингом, расставляя красиво предметы на заднем плане. А между тем художка имеет огромный драматургический потенциал в сторителлинге. Например, если посмотреть на этот кадр, то вы можете видеть огромное количество постеров за моей спиной. Я думаю, что эта деталь очень много говорит обо мне, ибо я люблю кино больше всего на свете, и мне приятно выстраивать свое личное пространство в соответствии со своей страстью, что вы сейчас можете видеть на экране. Именно поэтому художка является очень выразительным инструментом и способом выразить персонажа, не прибегая к словам. Давайте теперь обратимся к примерам из кино и посмотрим, как художка в них выражает драматургию. Начнем мы с очень крутой идеи из сериала «Во все тяжкие». Здесь в больнице Уолт видит картину, на которой персонаж уплывает от семьи на лодке. Эта картина создает метафору главного героя, который также постепенно уходит от своей семьи, погружаясь в ложь и наркобизнес. Именно в этом моменте Уолт идет на самую большую ложь, которой не было ранее, когда инсценирует, что он впал в забытье из-за болезни. При этом обратите внимание на реакцию персонажа в этой сцене, он будто понимает, что дистанцируется от семьи, что он покидает ее. Но самое интересное происходит в последнем сезоне. Уолт вновь видит картину, долго смотрит на нее и говорит. В пятом сезоне персонаж уже превращается в настоящего наркобарона, и он уже даже не переживает, что теряет свою семью. И здесь художка это отличным образом передает. Давайте теперь обратимся к кадру из фильма «Старикам, тут не место». Обратите внимание на хомуты, висящие над головой персонажа. Я думаю, что первая ассоциация, которая возникает при их виде, это петли для повешения. Таким образом, с помощью этого реквизита усиливается мрачная атмосфера, которая есть в этой сцене, где над заправщиком буквально висит смерть. Если мы посмотрим на квартиру главного героя фильма «Драйв», то можно очень многое сказать о персонаже. Здесь перед нами практически пустая комната, и этому есть вполне себе логичное объяснение. Водитель занимается незаконной деятельностью, и он должен в любой момент времени бежать, и поэтому его интерьер так оформлен. Хотя это также может быть связано с безличностью главного героя, имя которого так и не было раскрыто на протяжении всего фильма. Подобная идея используется в схватке Майкла Мана. У героя Де Ниро, Нила Макколи, есть жизненная кредо. Никогда не имей в жизни ничего, чтобы ты не смог бросить в течение 30 секунд, если запахнет Джайвином. И эта идея персонажа отлично визуализируется в его доме. Обратите внимание на пустые полки в этом кадре, где есть только самое необходимое. В доме герои большие панорамные окна, которые еще сильнее подчеркивают пустоту окружения. За окнами лежит безбрежный океан, который сливается с небом и не дает какой-то глубокой перспективы. И все это только подчеркивает одиночество и жизненную позицию персонажа. Во втором сезоне сериала Мистер Робот есть большой сюжетный твист. Если вы сериал не смотрели, то это будет большим спойлером. В начале сезона герой пытается справиться со своим раздвоением личности и жить по графику. Но на самом деле оказывается, что все это время он был в тюрьме, и все, что с ним происходило до раскрытия реальности, было его воображением. Интересно, что этот факт активно подсказывает художка. Мы видим весьма бедный интерьер, который носит скорее условный характер, а не похож на место, где живет человек. Таким образом художка будто подсказывает зрителю, что тут что-то не так. А когда же раскрытие происходит, то все эти детали интерьера собираются в единый пазл, и мы понимаем, что все это было ненастоящим. Ключевой идеей Джокера Тодда Филлипса по художке является создание чувства тесноты. Особенно хорошо это проявляется в сцене с психологом. Здесь мы видим огромное нагромождение хлама, которое делает кадр более тяжеловесным, что как раз создает ощущение тесноты. Особенно я бы отметил этот шот, где печатная машинка перекрывает часть главного героя. Обычно в кино такого стараются избегать, чтобы получить более точный силуэт персонажа. Но тут реквизит намеренно стоит таким образом, чтобы ограничить пространство героя и создать это ощущение тесноты, которое передает чувство самого персонажа. Я думаю, этот кадр с первого сезона «Настоящего детектива» один из самых ярких примеров визуального повествования, который помогает все понять без лишних слов. Главная идея шота в контрасте зеленых и пожелтевших растений. Причем обратите внимание, что область с отмирающей растительностью меньше, что создает больший контраст, который привлекает наш взгляд. В части кадра с желтыми растениями находится труп, и таким образом здесь с помощью травы создается ассоциация со смертью. В сериале «Озерк» есть интересная идея относительно дома главных героев. Берды живут в доме на берегу озера, в котором есть огромные панорамные окна, занимающие почти всю стену. При кадрировании с улицы кажется, будто герой заперты в каком-то бесконтактном зоопарке. Но, пожалуй, главная идея такого решения — это показать, что берды как на ладони. Художка будто говорит зрителю, что героям негде скрыться, и все попытки бежать бессмысленны. Все это отлично ложится в суровое повествование, в котором нет надежды на какое-то спасение. Я надеюсь, что вы вдохновитесь этими примерами из кино и не будете недооценивать художку в своих фильмах. Если вам понравилось это видео, то ставьте ему лайк, пишите комментарий в поддержку, а также не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новые ролики, и сразу же включайте все уведомления. Всем вам большое спасибо за просмотр, и пусть художка в ваших фильмах помогает вам лучше рассказывать историю. Всем пока!